Скакалка. Польза и вред. Польза. Прычки на скакалке прорабатывают множество мышц, которые обычно не нагружены. Когда попрыгаешь 15 минут без перерыва, то на утро даже у людей, которые регулярно занимаются спортом, будут болеть мышцы. Занятия со скакалкой это, что очень важно, укрепляют сердце и сосуды. Это отличная кардио тренировка для людей всех возрастов. Скакалка развивает стойкость и выносливость. Занятия со скакалкой помогут поставить дыхание. Если мучает одышка, то тренировки на скакалке действительно вам помогут. Скакалка, что очень важно для женщин, поможет убрать целлюлит. Когда мы прыгаем, укрепляются мышцы ягодиц и бедер. Упражнение на скакалке это встряска проблемных зон, как массаж с эффектом лимфодренажа. Еще одна польза от скакалки это похудение. Прыжки сжигают большое количество энергии за короткое время. За час занятий сжигается 700 калорий. Это чуть меньше, когда вы бегаете. Фред. Людям с ожирением, первой-второй степени, с больным сердцем и варикозным расширением вен усиленно заниматься на скакалке можно, только когда разрешит лечащий врач. Также нужно прыгать людям со сколиозом, осеохондрозом, болезнями суставов. Нельзя прыгать на скакалке женщинам в положении и в период менструации. При головных болях, мигрени, пользы от прыжков не будет. Боль может только усилиться. Никогда не прыгайте на сытый желудок. Основные правила, чтобы прыжки на скакалке принесли пользу. Женщинам нужно обязательно обезопасить грудь. Высокие прыжки могут негативно повлиять на форму. Поэтому женщинам с большими формами во время занятий надо одевать хороший поддерживающий бюст. Босиком прыгать не нужно, так как травмируются стопы. Заниматься лучше в кроссовках. Не скачите на скакалке на очень твердом полу. Например, на бетоне лучше постелить коврик. Прыжки со скакалкой надо делать на двух ногах. Старайтесь не приземляться на пятку и на всю стопу. Приземляться лучше на переднюю часть стопы. Пятка должна быть над полом. Правильные прыжки мягкие и легкие. Не надо приземляться на пол с грохотом, как будто упало что-то тяжелое. Ноги пусть всегда будут слегка согнутыми. В коленях разгибать их и держать напряженными не надо. Стремитесь к быстрым и высоким прыжкам. Не останавливаясь. Легко и быстро, высоко, свободно, без остановок и пауз. Вот результат, которого вам нужно достичь. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok